Привет, друзья! Я Александр Беляк. Рад вас приветствовать на своем канале. Мы продолжаем здесь читать книгу Псалтырь. Сегодня у нас 119-й Псалон. Нас изменяет то, в чем мы пребываем. И если мы с вами пребываем в Слове Божьем, то очевидно, что оно влияет на нас. Поэтому, друзья, не останавливайтесь, развивайте привычку своих взаимоотношений с Богом и получайте максимум пользы от этого. И я предлагаю вам делать эти пять простых шагов, которые сделают ваше время с Богом максимально эффективными. Во-первых, читайте внимательно Слово Божье, размышляйте над ним, оставляйте комментарии под видео, применяйте Слово Божье в вашей жизни, все, что вам понятно, практикуйте сразу же, как только у вас появляется возможность. И, конечно же, передавайте это Слово другим людям. Ставьте лайки, делитесь видео, если вы получаете сами благословения, чтобы и другие люди могли также присоединиться к нашему чтению Священного Писания. И если вы не подписались на канал, то тогда сделайте это прямо сейчас. Псалмы от 119 по 133 являются псалмами восхождения. Они исполнялись паломниками по пути в Иерусалим. Евреи собирались в Иерусалим три раза в год. На праздник Апресноков, на Пятидесятницу и в праздник Кущей. По всей видимости, их начинали петь далеко от Иерусалима и, продолжая петь в пути, заканчивали в храме. Основная мысль 119-го псалма в том, что Бог, который создал небо и землю, следит и заботится о тех, кто верен Ему и Его Слову. Никакое зло не разрушит дружбу таких людей с Богом. Мы можем разделить этот псалм на три основные части. Это просьба, обвинение и плач. В начале псалмопевец молится, чтобы Господь избавил его от зла. Затем он угрожает злодеям Божьим судом и, наконец, он сетует на своих соседей, неприятных и задиристых. Если и мы с вами подпадаем под плети злых языков, то, читая этот псалом и молясь им, вместе с псалмопевцем мы можем найти утешение в Боге. Уверен, вы получите ободрение, читая Библию. С вами был я, Александр Беляк, и я желаю, чтобы Божья благодать умножалась в вашей жизни каждый день.